Все случилось в этом дворе на улице Крайняя. Людмила Сафонова, так звали погибшую, увидела, как мужчина с ножом гоняется за собакой. Женщина просила не убивать животное. Вдруг Сергеев бросился и на нее. Преследовал ее до самой квартиры и уже в подъезде нанес женщине более 30 ударов ножом. Александр Сергеев и его родственники с нетерпением дожидаются решения суда. Хотя психолога-психиатрическая экспертиза почти гарантировала убийце не долгие годы за колючей проволокой, а лечение в психиатрической клинике. Родственники погибшей Людмилы Сафоновой с этими выводами не согласны. Мы не будем присутствовать на приговоре, потому что мы ушли в знак протеста. Мы не требуем его линчевать, я имею в виду убийцу. Мы не требуем никаких расправ. Мы требуем всего лишь одного. Еще одну экспертизу проведите, это неправильно. Эксперты указали то, что данное заболевание является текущим. Данное заболевание возникло до совершения противоправных общественно опасных действий. В ходе судебного следствия не было установлено оснований, предусмотренным уголовно-продукциональным законом для проведения повторной экспертизы. На заседание вновь пришли не только родственники погибшей женщины, но и ее друзья. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся и говорят о Людмиле Сафоновой в настоящем времени. Это очень добрая, миролюбивая женщина. У нас никогда, все время не было ни скандалов, никаких. Все время решали как-то все проблемы мирно. По словам жителей дома, Александр Сергеев охотился за бродячими животными, а Людмила наоборот подкармливала и защищала их. В очередном порыве ярости подсудимый не совладал с собой и вместо собаки убил человека. Теперь его будут принудительно лечить, если, конечно, родственникам погибшей не удастся обжаловать этот приговор. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.